Ха! Тема очень важная, назрела. Я ее назвал так. Причины и следствия, ошибки и закономерности. Касается она процесса самооздоровления. Вот он здоровый образ жизни. Все мы ведем, начитали с различной литературы. Кто вегетарианец, кто сыроед, кто там качается, кто там голодает, кто там еще чем-то занимается. И на первых порах могут быть, это следует, да, или сбрасывает вес. На первых порах могут быть прекрасные результаты. Которые постепенно переходят в свою противоположность. То есть, ну, допустим, человек начал там избавляться от каких-то там заболеваний. То есть, с помощью самооздоровления он решил, значит, там клизмы делать, он решил там печень почистить, там питаться, там что-то еще делать и так далее. И вот он все это начал делать. О! Через месяц он чувствует себя хорошо. Через два месяца там половина болячек исчезла. Через три, четыре, пять. Вообще здоровым. Полон сил. Ага. Это все, значит, работает, действует. Зашибись. О! Как работает там система. Вот. И дальше меняется сезон года. Допустим, наступает там зима. Или еще там как-нибудь. Ну, время, короче, идет. И что-то не то. Человек чувствует, что-то не то с ним происходит. То, что у него было, в смысле заболевания, исчезли. Зато начали появляться какие-то недомогания, какие-то вещи совершенно иные. И у него сложиваются мнения. Как же так? Я применил, допустим, сырое питание, там клизмы, почистил печень, там поголодал, еще что-то там делал. И все, продолжаю. Вот она система. Вот я ее нашел. А она приносит какие-то противоположные результаты. Возникает мысль, может, я недостаточно делаю, может быть, пожестче все это надо. И вроде бы пожестче там, все это там берет себя в руки, делает то, что он раньше делал, а чувствует себя все хуже и хуже. Почему это происходит? Вес падает, сил нет, человек мерзнет, постоянно простужается. А иммунитета никакого нет. В чем же дело? А дело-то заключается в том, что Это касается, опять-таки, сыроедов, веганов, вегетарианцев, любителей голодать и еще какого-то там экстрима. Дело в том, что перевозбуждается так называемый жизненный принцип ветра. То есть в организме от постоянного применения клизм, особенно с уриной, когда они делаются не для очищения, а уже пытаются с помощью их очищать кишечник от запоров. То есть от запоров, вместо того, чтобы нормализовать работу организма толстого кишечника, решаются просто-напросто вымывать с помощью этих клизм. Значит, что там происходит? Разберем сначала клизмы. Человек делает клизмы. Он увлекся этим клизмением. Значит, вычистил, думает, ага, дальше я поганю. Если это делается чрезмерно часто, без должных там перерывов вообще-то, то урина обладает подсушивающими свойствами. Подсушивающие свойства высушивают слизистую толстого кишечника и он перестает нормально работать. Далее, если используется постоянно сырое питание в холодное время года, я уже неоднократно говорил, что овощи, фрукты растут в теплое время года. Когда жалко, когда само растение борется против жары путем охлаждения себя, испаряя, грубо говоря, воду и охлаждая тем самым. Нечто подобное они при своем поедании, особенно вне сезона, то есть не летом, а именно зимой, вносят в организм человека. То есть наступает, в первую очередь, холод, и во вторую очередь, несмотря на то, что вроде бы они такие вот зеленые и так далее, начинается подсушивание. То есть развивается жизненный, перевозбуждается жизненный принцип ветра. Это ведет к тому, что, смотрите, что происходит. Значит, охлаждение организма приводит к тому, что у него понижаются теплотворные способности, которые отвечают за иммунитет, за пищеварение. Не пища не может усвоиться, как положено, а это думает, что это там сода сделала или еще что-то. То есть человек, когда он применяет много средств различных таких, он не может ориентироваться, что там произошло, и найти истинную причину. У женщин детородная функция отключается, перестает быть месячная, они такие, как палки, и при этом, о, я какая там, какая стройненькая и так далее. А на самом деле она уже по-женски, нифига ничего не работает. Мерзнет, проблемы там с пищеварением наблюдаются, и думается, что это как-то нормально. Нет, это не нормально. Далее, умственные способности, тоже функция ума, это все-таки огненная функция, соображение, анализ информации, в некотором случае даже юмор, это все функция ума. То есть перестает и ум нормально работать, анализировать, человек уперся во что-то, и не может понять, от чего это такое происходит. То есть вот что делает перевозбуждение жизненного принципа вето. Вес падает, мерзнет, пищеварение на нуле, запоры, половая функция отключается, как у женщин во первую очередь, у мужчин во вторую очередь, голова перестает нормально работать, соображать. Далее, где оно локализуется, локализуется в области поясницы. То есть в области поясницы появляется, вот это когда там сухость чрезмертная, появляются боли. Далее они могут идти по всем суставам уже, где как раз наиболее выражено движение. Где движение выражено, это функция ветра. Так вот, происходит уменьшение смазки, вообще охлаждение сустава и начинается там опять стягивание, боли и все такое и так далее и тому подобное. То есть перевозбуждение жизненного принципа наблюдается. Когда человек чрезмерно часто голодает, не давая организму полноценно восстановиться, чрезмерно он это все начал делать. Когда питается преимущественно сырой пищей, а именно это овощи и фрукты, чем решат сыроеды, особенно зимой. Чтобы еще подчеркнуть, чтобы еще подчеркнуть, ну в принципе я уже все там рассказал, что это идет. Еще древние говорили, что болезни могут взаимно сочетаться, но как правило начинаются они с первого возбуждения ветра. Далее к этому присоединяется либо желчь, либо слизь. Вот так своеобразно все это переплетаться и сочетаться. И когда человека, будем говорить, выводить из этого состояния, в первую очередь необходимо начинать работать по нормализации жизненной функции ветра. То есть ее надо затормозить. Ветер это сухость, холод и движение. Движение настолько, допустим, быстрое, в смысле по этому самому, по организму, пищи, что она не успевает усвоиться. И вдобавок, вдобавок еще получается в некоторых случаях, что она еще ведет к запору. То есть одно дело проскочило, в другое дело она не вывелась. Вот что удивительно такое бывает. Вот, поэтому начинать с нормализации жизненного принципа ветра. Как это делается? Это, еще разок, движение, холод, сухость. Значит, сухости надо препятствовать. Как обычно препятствуют? Это ванны. Желательно ванны принимать. Какие ванны? Холодные, полухолодные, там еще. Ванны должны быть теплыми, прогревающими. Далее еще сильнее, как бы сказать, нормализуют функцию ветра. Это масло. Потому что в масле движение вот такие вот, вообще там мало движется. Если на воздухе вот так движется, в воде она вот так движется, а в масле вот так вот там пробуксует. Поэтому используется масло, а именно вода используется в виде ванн, лучше всего теплых, прогревающих ванн. Масло используется на кожу, лучше всего это оливковое масло, наносится просто-напросто на кожу. И далее, пища в основном маслянистая. Какая? Это в основном каши с маслом. Лучше всего с топленым. Топленое масло, когда оно приготовляется, оно вбирает в себя, как бы сказать, элементы теплоты. Оно теплое способствует пищеварению. То есть каши с маслом топленым. Можно добавлять для вкуса там немножко сахарка, а лучше всего соли. Немножечко солить. Это лучше всего сочетается. Далее, локализация жизненного принципа ветра, когда он превозбуждается, это поясница и прямая кишка. То есть для этого особенно в поясницу, вот больше всего в поясницу, втирается оливковое масло. А из прямой кишки оно изымается, где там наступает сухость и холод, и стул становится как у овечки. А то вообще не проходит, как каменюка там стоит, и всё, он никуда не движется, распирает. И болезненное опорожнение происходит, происходят трещины прямой кишки и прочие-прочие вещи там начинают это. Значит, туда выструживается вот такая вот примерно свечечка из топленого масла. Ну, даже вот я обычно как в смизинец, вот так вот. Выстружил из масла сливочного свечку, в смысле порезал на квадратики, грубо говоря, ну не такой квадратик, поменьше батареечка есть. Вот, ну пусть даже такая. И кладётся в морозилку. Положили это всё в морозилку. Вот такие вот примерно кусочки масла такой формы. В морозилке оно замерзает и хранится. А вечером, перед сном, берётся вот эта вот свеча, называется масляная, и вставляется в прямую кишку. В течение ночи, естественно, там всё растапливается, и начинается оттуда смягчение. То есть вот эта сухость оттуда начинает изыматься. И человек сразу же чувствует себя лучше. То есть он прекрасно себя почувствует сразу же, это после тёплых прогреваний. Далее, значит, после ванны вы вышли, втираете в тело оливковое масло, оно сразу же впитывается. И на ночь вставляете свечу из этого самого, из сливочного масла. Итак, поступайте. Если сильно сушь у вас в организме, аж кожа у вас шелушится, поступайте, вы говорите, ежедневно. Раз, два, три, уже сухости гораздо меньше. Через день, далее через два, далее через три. То есть организм вам подсказывает, он уже не вбирает столько масла, как во время первого втирания масла. В прямой кишке тоже-то она не всасывается, а уже, будем говорить, там она просто-напросто находится, в расплавленном виде, и, грубо говоря, работу она закончила. Вот так вот вы выходите из первозбужденного состояния ветра. Сразу у вас начинает голова лучше соображать. Появляется сила. Сухость отымает энергию из организма. Появляется сила. Значит, у вас, у женщины восстановится менструальный цикл. Нормализуется стул. Исчезает боль у поясничных. То есть вот что надо делать. Далее. Включаем голову. Думаем, мы с вами перегнули палку. То есть вот оно, здоровое состояние. Вот оно, среднее здоровое состояние. У нас было до того, как мы начали заниматься вегетарианством, сыроедением, голоданием. Вообще оздоровлением, чистками организма. Оно было здесь. По мере того, как мы с вами все это использовали. Оно у нас выравнивалось, выравнивалось, выравнивалось. Мы почувствовали себя прекрасно. О! Пик! И думаем, а мы продолжим так же. Смотри, еще будет лучше. И мы потихонечку перегибаем палку, перегибаем. И уходим, заваливаемся вот в это состояние. Это состояние наблюдается постепенно. У одних оно развивается, грубо говоря, там в течение нескольких месяцев. У третьих через несколько лет. Но, тем не менее, развивается. И человек не понимает, почему то, что ему помогало, теперь действует совершенно обратно. У него не было запоров, они появились. У него не было там проблем с половой функцией, они появились. У него там еще не было проблем с кожей, а они там появились. Кожа какая-то сухая, волосы вылазят, какие-то сухие и так далее. Значит, когда вы вот это сделали, вы только раз нормализовали себя, то, что я вам сказал. Но, надо понимать, что дальше, как вести себя дальше? Дальше просто-напросто вы меняете свое питание, меняете несколько свой там образ жизни. Ну, в основном питание, а именно, если вы сидели только на овощах, то теперь вы добавляете больше каши. Каши и почувствуете вот эту пропорцию между овощами и кашами. Можно добавлять, значит, будем говорить, какую-то белковую там пищу, типа там творога. Можно добавлять и, значит, будем говорить, животную пищу, там в виде мяса. Мясо, значит, с тушеным овощами, будем говорить, вместо сырых овощей больше есть тушеные овощи. Особенно зимой это касается. И почувствуете, что вы опять вошли в свое идеальное такое состояние, нормально, и вот его надо поддерживать. Поддерживать с помощью вот тех средств, особенно, в первую очередь, это там успокоится, ну, я уже повторяюсь, там ванны, масло и так далее. Дальше все это можно отставить в ванны, там и масло, и так далее. Либо использовать там раз в недельку, особенно в холодное время года, такое, как сейчас, январь, февраль, декабрь. Вот. А, будем говорить, уже больше регулируют другими вещами, а именно питанием, которое вы думали, что вот все думают, что сыроедение там, да, что там фермента много, воды там много, и она будет действовать. Это наиболее лучшее питание для человека, мол, то, что надо. Но не учитываются другие факторы, такие, как я говорил, сухость, холод, которые вызывают овощи и фрукты. Это не учитывается. То есть, как бы сказать, современная там химия, современная биология, она вообще не оперирует этими понятиями, и тем более диетология. Она, как бы сказать, отдаленно может что-то там соображать, что, ага, пища может разогревать, но ты это съел горячий, там, борщ, там, пища может охлаждать, ага, ты это съел, там, салат или, там, мороженое, там. Но она может несколько по-другому действовать, охлаждать и сушить организм, особенно сырая пища. И уже огромное количество людей столкнулось с такими проблемами. Поэтому добиваемся, если вы хотите сохранить вот это вот состояние наивысшего бы массового здоровья, добивайтесь такой пропорции в своем там питании и процедурах и прочее, чтобы, будем говорить, вот это все работало нормально. Какой-то процент каш, какой-то процент этих самых тушеных овощей. Не обязательно их тушить, чтобы они были, знаете, как тряпки там, а до полуготовности, чтобы они хрустели, но были теплые. Вот это все надо обмозговывать и думать. Кстати, об этом я рассказал, вот один молодец посетитель канала подчеркнул, что про индивидуальную конституцию, которую я написал, книгу, ее надо в первую очередь изучать. Как она там работает, что-то она делает, куда ты можешь завалиться из-за того или иного. Ты должен выработать свою систему, держать себя вот в этом вот, будем говорить, состоянии. Так, она немножечко колеблется, но когда она вот так колеблется, а больше всего вот с этого состояния вот в это, то толку мало от такого самоздоровления, ведения здорового образа жизни. Это просто непонимание. И вот это я вам сейчас растолковал. Как в него попадаете, растолковал. Что при этом происходит, растолковал. Как из него выйти, растолковал. И как поддерживать это оптимальное состояние. Кто найдет лучшее объяснение в интернете, напишите, мне будет интересно знать. Есть ли такие люди, которые в этом деле разбираются.